МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика с главными темами четверга. Вас познакомлю я, Ольга Панова. Сегодня спасатели России отмечают профессиональный праздник. 22 года назад был создан Госкомитет, а затем и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Все это время работники службы спасения приходят на помощь всем нуждающимся. Тушат пожары, выезжают на крупные аварии и серьезные чрезвычайные происшествия. В этом году у спасателей Чувашии было немало работы, но, к счастью, серьезных ЧП не происходило. Сегодня в Главном управлении МЧС России по Чувашии прошло торжественное собрание, на котором самым достойным вручили государственные награды. Спасателей поздравил с праздником руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. Он выразил уверенность, что и в будущем спасатели России смогут также слаженно и профессионально работать. Станислав Антонов, руководитель службы в Чувашии, пожелал личному составу возвращаться домой живыми и здоровыми. Каждый из нас понимает, что, приходя на работу в эту структуру, мы берем на себя особую ответственность и обязательства перед нашим народом. Мы выбрали стезю помогать, помогать в любой ситуации, при этом не жалея живота своего, как раньше мы говорили, военной присяге. В честь праздника многие сотрудники награждены почетными грамотами правительства Чувашии и Государственного совета благодарностями и почетными знаками. Отметили в этот день спасатели и журналистов. Победителями в номинации «Лучшая телевизионная и радиопрограмма» стали «Национальное телевидение» и «Национальное радио Чувашии». Лучшим печатным изданием по итогам года стала информа агентства «Регнум». Направил свои поздравления спасателям Чувашии глава республики Михаил Игнатьев поздравление отметил, что благодаря эффективной профилактической работе в Чувашии по итогам 9 месяцев 2012 года количество пожаров снизилось почти на 10%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из огня удалось спасти 287 человек. В текущем году спасательные подразделения республики 928 раз реагировали и на дорожно-транспортные происшествия. Выразил признательность за добросовестную службу, а также пожелал им здоровья и успехов в нелегком труде. Сегодня глава Чувашии принял участие в заседании Государственного совета Российской Федерации, которое провел президент России Владимир Путин. Заседание прошло в Большом Кремлевском дворце. Основной темой для обсуждения стало повышение уровня инвестиционной привлекательности субъектов Федерации и создание благоприятных условий для развития бизнеса. На заседании были рассмотрены основные тезисы и предложения, озвученные на совещании с руководителями регионов Приволжского федерального округа, состоявшемся 21 декабря в Казани, и на выездном заседании Госсовета, прошедшем 26 декабря в Калуге. На итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина журналисты подняли вопрос о возможных изменениях территориальных границ субъектов Федерации, о выборах руководителей регионов. И вот что ответил Владимир Путин. Есть вопросы, которые недавно были поставлены представителями национальных республик. Вот это вот очень важная вещь. И не просто национальных республик, а где бок о бок сосуществуют и живут вместе десятилетиями, а то и столетиями представители разных, но титульных наций, которые считаются в этом субъекте основными. И там не одна такая нация или этнос. И если одна из них находится в меньшинстве, то у нее всегда возникает опасение, что она никогда не будет представлена на высшем уровне в управлении в республике. И начинаются межэтнические конфликты. Поэтому, я понимаю, я уже много раз говорил, Россия сложное государство, сложно устроенное. Поэтому люди из этих национальных республик, понимая эту проблему, чувствуя на себе, на своих семьях, опасаясь за вот такое неблагоприятное развитие, они сами поставили вопросы. Дайте нам право, сказали они, выработать такую систему приведения к власти руководителей республик, которая бы никого не ущемляла. Не надо отбирать у людей это право. Надо все это пообсуждать, но дать возможность и людям в национальных республиках, в соответствии с их традициями и с их культурой, принимать такие решения, которые будут оптимальными, и избавят нас от национальных и межэтнических религиозных конфликтов. Мы в долгу перед нашими регионами, потому что, я говорил уже об этом в послании, но могу сказать, что нам нужно больше уделить внимание, хочу повторить этот тезис, территориальному развитию. Больше нужно, вот сейчас говорили о развитии Москвы, но бесконечно Москву нельзя расширять. А для того, чтобы это было не так, для того, чтобы у нас складывались другие точки роста, нужно создавать условия. К другим новостям. Работать, засучив рукава, и не срывать сроки. О перспективах застройки микрорайона Богданка зашла речь на совещании, которое провел председатель правительства Иван Моторин. Уже в январе необходимо подготовить несколько окончательных проектов. Премьер потребовал не допустить их пробуксовки. Подробности в следующем сюжете. Новые задачи, новые сроки. Наступило время принимать конкретные решения. В будущем микрорайон Богданка должен стать центром притяжения, в том числе и для инвесторов. Учитывая такой потенциал, необходимо реализовывать первостепенные планы. Партнером при застройке этой территории станет ипотечная корпорация. Предварительный переговор привели. Действительно, изначально рассматривали вариант Букса. Но Букс сегодня и так занимается двумя объектами для любого строительства. Третий объект, это уже будет и желание не потянут. Поэтому мы рассмотрели варианты ипотечной корпорации. В принципе, договоренности есть, понимание есть. Все вопросы рабочие отрабатываем. В ближайшее время должен быть достроен самый проблемный объект – семиэтажный дом по улице Фучика. Завершить начатое предлагают партнерам. Городские власти планируют включить долгострой в проект комплексной застройки и только потом отправить его на аукцион. Но возможно, что на этой стадии муниципалитет столкнется с интересами конкурсного управляющего. Опять себя может неадекватно повезти в конкурсный управляющий, в суд выйти, по сетям разбираться и обременение наложить через суд. Попытаться, по крайней мере, это сделать. И второе, наверное, могут возникнуть жалобы в момент, когда мы объявим уксон с обременением достройки. Уже этой зимой необходимо сверстать программу сноса ветхого и аварийного жилья. И только пользуясь этим инструментом расселить людей в новые квартиры. Республика планирует получить средства извне. Вся надежда на федеральный фонд. Никаких сбоев быть не должно, отметил премьер-министр. Сегодня мы заявились, и, по крайней мере, гарантийные письма были отправлены, вперед чем мы попали, о новой программе, которая должна стартовать, по идее, в 2013 году. В гнваре-феврале мы должны принять будем программу. Чтобы принять, вы, я так понимаю, ее уже должны были сверстать все внутри ведомства. Вот я поэтому и спрашиваю, сверстно на новой? Сверстно, понимаете? Спрашиваю тогда для сведений на праве. И участникам, соответственно, и в кабинет министра. В ближайшей перспективе развития Богданки строительство транспортной развязки. Объект, который отложить на потом, невозможно. Его стоимость с мостом и со съездами составляет около двух миллиардов рублей. Сэкономить вряд ли удастся, отмечают в Мининтрансе. Принцип в развязке двух уровнях, это не только мост, условно говоря, на одной отметке, но это и уклоны, это необходимое то, что нужно по безопасности дорожного движения, по воду-отводу, по всему делам, по всем делам, извините. И, соответственно, этот протяженный участок, он довольно-таки приличный, по длине. Естественно, он затрагивает вот эти вот несколько домов, которые по обе стороны расположены, и которые подлежат в этом плане. У дома мы на перспективу, мы уже договорились, будем включать программу, будем сносить, это как бы расчищать площадку для дальнейшего потом решения транспортного. Какую-то часть суммы на строительство трассы планируют получить из тех инвестиций, что выделяются региону в рамках праздничных мероприятий. Без новой развязки застраивать микрорайон будет сложно. Очередной доклад о реализации этих планов сделает рабочая группа. Создать ее предложили на совещании. Елена Гальперина, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика. В Марпосаде сегодня наглядно показали, как надо выполнять программу по расселению из ветхого жилья в Новый год с новой квартирой. Такой подарок накануне праздников преподнесли 40 марпосадским семьям. Событие для людей долгожданное. Многие годы они проживали в бараках. Мы словно попали в сказку, преднаются сейчас новоселы. В гостях у них побывали мои коллеги. На праздник жителям Мариинского посада этот Дед Мороз приехал не с мешком подарков, а с ключами на подносе. Чтобы их новогодние мечты стали явью, строители работали с опережением графика. Этот дом возвели в рекордные сроки. Все сделано качественно, отмечают подрядчики. Для жителей, которые долгое время ютились в деревянных бараках, новостройка словно дворец. Все счастливые новоселы раньше проживали вот в таких домах. Условия далеки от идеальных. Протекающая кровля, прохудившиеся полы, все удобства на улице. После расселения жильцов подобные постройки сносят и на их месте возводят новое жилье. К дому подведены все коммуникации. Индивидуальное отопление, пластиковые окна, вместо обоев на стенах пластиковые панели, которые не пропускают тепло. О таком и не мечтали, говорят жильцы. На торжественной церемонии некоторые просто плачут от счастья. Для нас это было неожиданно, потому что сын работает в следственном отделе, и он в аварийном доме жил. Давным-давно жил, конечно, несколько лет жил, и мы даже не понадеялись, сегодня даже обрадовались, потому что перед Новым годом для нас это такой праздник. Счастливо, что мы получили квартиру двухкомнатную. У нас двухкомнатная была, например, двухкомнатная, мы и получили. У нас было 43,4, и мы получили 50 квадратных метров. Побольше получили. Новоселье скоро справят и жильцы этого дома. Его построили также в рамках федеральной программы. Всего же в этом году из бараков удалось переселить 70 марпосадских семей. Заниматься этой проблемой столь масштабно в районе начали в прошлом году. Но ветхого жилья в старинном городе еще остается много. Еще 742 семьи стоят в очереди по этой программе. Город старинный, сами понимаете, и был немножко застой. Но, слава богу, вот сейчас как бы немножко с места тронулись и активно участвуем. Потому что, чтобы участвовать в этой программе, нужно соответствовать, выполнять несколько параметров. Проблему с ветхим жильем в районе планируют решить в ближайшие годы. Вся надежда на федеральный бюджет. Строить новые дома марпосадские власти готовы. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Госинспекция труда в Чувашской Республике обнародовала данные о выплатах зарплат в уходящем году. Сегодня задолженность перед своими сотрудниками имеют 8 организаций, а общая сумма невыданных зарплат около 60 миллионов рублей. Данные приводятся без учета субъектов малого предпринимательства. Половина этой суммы, около 30 миллионов, не додали работникам организации, находящиеся в процессе конкурсного производства. Самые главные должники – предприятия строительной и обрабатывающей отрасли. На их долю приходится более 80% всей задолженности. Если брать в разрезе городов в черном списке Новочебоксарской, Чебоксары, что неудивительно. Кстати, по сравнению с началом года объем невыплаченных зарплат сократился на треть, то есть на 23 миллиона рублей. Этому в немалой степени способствовали сотрудники госинспекции труда в Чувашской Республике. За год они провели 775 различных проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства, и 210 из них именно по оплате труда. За нарушения оштрафованы 318 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, 13 юридических лиц. Инспекторы составили свой рейтинг наиболее распространенных нарушений, в котором на первом месте задержки выплаты зарплаты, оплата отпусков, недоплата за сверхурочную работу. В следующем году, надеются в инспекции, работодатели станут дисциплинированнее по отношению к своим сотрудникам. Хочется пожелать, чтобы заработную плату выплачивали своевременно, без задержек. В день увольнения с работниками производили полный расчет и не забывали выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении. Указанные нарушения часто допускаются работодателями. Ну и выдавали трудовую книжку в день увольнения в руки работнику. Судебные приставы Чувашии припроводили до государственной границы трех иностранных граждан, чье пребывание на территории России признано судом незаконным. За данное правонарушение иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафа 2000 рублей и выдворения за пределы Российской Федерации. Граждане Армении были доставлены в аэропорт Нижнего Новгорода и на пункте пропуска через государственную границу России официально переданы сотрудникам пограничной службы. В Чувашии заработал мобильный интернет четвертого поколения 4G. Чебоксары стали девятым городом в Поволжье, где появилась высокоскоростная сеть. Вчера на пресс-конференции об этом рассказали министр информационной политики и массовых коммуникаций, руководитель Роскомнадзора и директор Поволжского филиала ОАО «Мегафон». Сегодня в Чувашии почти 40% абонентов пользуются мобильным интернетом. 4G позволит сделать нашу жизнь более современной, нас с вами более мобильными, ну и таковой сделает и Чувашскую республику. Скорость 4G примерно в 6-7 раз выше, чем в сетях третьего поколения, а задержка прохождения данных почти вдвое меньше. Средняя скорость 4G интернета составляет 10-20 мегабит в секунду. По словам Александра Григорьева, в Чебоксарах при тестировании максимальное значение скорости достигало 80 мегабит в секунду. Сейчас компания выводит на рынок устройства, которые могут улучшить доступ к мобильному интернету 4G. Мы сразу же озаботились задачей создания хорошего ассортимента клиентских продуктов. Их пока, конечно, десятками нельзя исчислять, это пока несколько устройств, которые мы хотим сегодня показать. Но, в общем-то, они уже сегодня покрывают практически полный спектр тех потребностей, которые могут быть. И, конечно же, первый из них – это модемы. Вот здесь представлен первый модем, который мы начали представлять на рынке. Это так называемый модем «Вездеход». Сеть четвертого поколения позволит быстрее и комфортнее работать с объемным интернет-контентом, играть в онлайн-игры, смотреть сети фильмы в высоком разрешении. Все данные преимущества собравшиеся могли оценить самостоятельно. Компания организовала небольшое тестирование высокоскоростной сети. На начальном этапе высокоскоростная сеть покрывает основную часть Чебоксар. В будущем году мобильным интернетом 4G запланировано охватить наиболее крупные районные центры и Новочебоксарск. Сегодня мы стали свидетелями того, каким должен быть интернет в 21 веке. Сегодня мы открываем доступ чебоксарцам к сети четвертого поколения. Ну что, запускаем? Запускаем. На 3-4. Поехали. Татьяна Молокова, Николай Яковлев, Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова